Ну что же, вот время и пришло поговорить о консольных эксклюзивах. И первым моим опытом на этом поприще стала игра God of War 2018 года выпуска. И, наверное, это лучший вариант для ознакомления с миром плой. Серия God of War насчитывала уже три полноценных игровых проекта, изначально нацеленных на консоли. На компьютере они никогда не выходили и вряд ли теперь уже когда-то выйдут. Да и зачем на самом-то деле. Честно скажу, сам я в них не играл, но наблюдал геймплей со стороны и примерно представляю происходящее. Учитывая это, наверняка я где-то ошибусь в сопоставлении фактов, что, впрочем, не повлияет на оценку игры. Мне в какой-то степени даже будет легче, чем тем, кто играл в прошлой игры серии. Дело в том, что God of War — это похождение лысого качка Кратоса, бога войны, родом из Спарты, который с предельной жестокостью и брутальностью распространяет атеизм на земле. Ну то есть, проще говоря, убивает богов. Что-то где-то они не поделили, и вот он уже отрывает ноги и вставляет их обратно, другой стороной, всяким Гераклом, Посейдоном и прочим Зевсом. Последнюю, судя по всему, он замочил в конце третьей части. Простите за спойлер. Несмотря на довольно драматический местами бэкграунд, вся игра — это такая, знаете, пробежка тестосторонного качка, единственная цель которого — крушить и ломать, словно Халк. Всё и вся, особенно богов. Ну то есть, хоть в игре и был внятный сюжет, вроде бы, акценты на переживаниях героев, но их взаимоотношения их не делалось. Ибо игра, ну, немножко не про это. Последняя, третья часть, так и вовсе была о таких эпических по своей событийности размахов, что, мама, не горюй, как говорили в том обзоре от игромании, Титан падает на Титана и придавливается Титаном. И вот тут, нате, в восемнадцатом году вышла четвёртая часть, хотя и без цифры в названии. Это, я думаю, было сделано неспроста, ибо God of War, о котором пойдёт сегодня речь, разительно отличается от трилогии, причём отличается во взрослую, скажем так, сторону. Обнулив греческий пантеон, Кратос махнул рукой на всю эту божественную мутату и переехал на север, чтобы жить как смертный. Взял жёны простую женщину, и в итоге у них родился сын Артей. Про Кратоса трудно говорить, что он вырос, учитывая, что он и так взрослый, да ещё и бессмертный на правах бога. Но иначе не скажешь, Кратос именно вырос. Из Халка он превратился в разрываемого грехами и призраками прошлого человека, причём семьянина, заботящегося о сыне и жене. И вместе с Кратосом выросла и сама игра. Это теперь не просто забег с диким криком по локациям ради мяса и отрывания ног. Это теперь ещё и самая настоящая драма о взаимоотношениях родителей, детей, о правде и лжи, о поступках и их последствиях. Это взрослая игра. И как же хорошо, что знакомство с серией я начал именно с неё. Я не против боевичков, но подобные произведения мне всё же нравятся гораздо больше. Теперь не спеши. Натягивай до груди. У Кабана толстая шкура. Ну, я же попал, да? Я попал, но стрела отскочила. Может, он волшебный? Сам как думаешь? На вид это очень странный Кабан. Так догоняй. Год офор начинается с того, что под без преувеличения прекрасную грустную музыку постаревший и отпустивший густую бороду Кратос рубит дерево для погребального костра. Умерла его жена, и теперь вместе с сыном они должны проводить её в последний путь. При жизни она желала, чтобы её прах по традиции был развеян на самой высокой горе мира. Для сырого Кратоса и его любящего сына это вообще не вопрос осуществимости. Это лишь вопрос, как скоро. Однако всё не так просто. Кратос, понимая, что его сын Артей такой же бог, как и он сам, решил уберечь его от жестокой правды, поэтому мальчик понятия не имеет, что технически он уже принадлежит к скандинавскому пантеону. Более того, чем дальше в лес, тем больше вопросов у него появляется. Когда твой отец настолько сильный, что таскает деревья на плече без проблем, это одно, но когда он забарывает драконов и великанов, это уже, извините, совсем другое. К тому же на дом Кратоса нападает неизвестная личность. Неизвестная для парня, разумеется. Мы-то понимаем, и это еще один повод отправляться в путь. С этого и начинается участие игрока в геймплее. Перед нами псевдо-открытый классический мир, полный загадок, тайн и возможностей. У нас есть сюжетная задача добраться до самой высокой горы, но путь будет не близок, и помимо сюжетных задач мы часто будем брать на себе немалые задач побочных. Путь горя сложен не только потому, что далек, но и потому, что что-то в Мидгарде по традиции пошло не так. Отовсюду повылазили драугры, великаны рассверепели, фьюэльвы в конец оборзели, и они захотят потоптаться по нам копытами. Что бы этого ни случилось, Кратос должен будет яростно сражаться, благо ему не привыкать. От покойной жены ему достался без преувеличений замечательный топор под названием Левиафан, которым Кратос и будет орудовать почти всю дорогу. Технический God of War это все еще слэшер, поэтому боевая система здесь достаточно простая. Удар слабый и удар сильный. Стоп, нет, мы же о боге войны говорим. Давайте так, удар сильный и удар очень сильный. Хотя, знаете, видя как Кратос чуть ли не целые скалы двигает, так и хочется сказать, что есть удар очень сильный и вообще капец какой сильный удар. Но, думаю, вы поняли, о чем я. Так вот. Также топор можно замечательно метнуть в кого-нибудь, чтобы потом вернуть его словно мьёльнир. Выглядит очень эффектно. Ну и также он необходим для решения головоломок. Он может замораживать как врагов, так и механизмы. Также у Кратоса, судя по всему, остался его спартанский раскладной щит, которым он не чурается пользоваться для блокирования. Ну и, конечно же, спартанская ярость тоже осталась. Когда шкала ярости заполнена, мы активируем режим Берсерка, забиваем на топор и просто начинаем всех дубасить руками, разрывать на куски. И при этом джойстик так наитель мигает красным светом, заливая всю комнату в темноте. Это классно. Правда, долго так кочевряжиться не выйдет, но обычно это очень помогает. Более того, Арте и сын Кратоса тоже не лыкомшит. Он, пусть и не имеет божественной силы, но воспитан был отцом в старых традициях, то бишь по-спартански. Парень бегает с луком и по команде прицельно стреляет во врагов, а также кидается им на шею, душит, пытается оглушить и иногда даже подкидывает лечебные камни. Тут так восстанавливается здоровье. То есть полноценная боевая единица. Несмотря на все это изобилие, изначально никаких особой комбинаций мы выписывать не сможем. Частично из-за сюжетных ограничений, например, Арте не сразу начинает кидаться на врагов, а частично из-за того, что боевая система завязана на прокачке. Вот тут, мужики, раскрывается на полную катушку. Комбинации обычных ударов, сильных ударов, смежной комбинации. Полно всего. Хватило бы опыта. А учитывая, скольких врагов убивает Кратос, опыт не то чтобы навалом, но достаточно. Тем более, что его дают также за нахождение рунных надписей, которые Арте читает для отца, выполнение побочных квестов, поиск артефактов и прочее изыскание. Можно сказать, опыт это первый по значимости ресурс, но не единственный. Второй по значимости рубленое серебро, валюта, за которую кузнецов можно совершать покупки. Например, заплатив серебром, так сказать, чеканной монетой, и предоставив редкие или не очень материалы, падающие из разных тварей, можно создать броню, улучшить броню или на худой конец купить броню. Но создавать, конечно, выгоднее, хотя и сложнее. И при том, броня нужна не только Кратоса, разумеется, но и его сыну. Нам все нужны деньги и ресурсы. Также все названное можно улучшать, опять же, за ресурсы и серебро. Например, тот же топор Левиафан или лук, сына Коготь или его Колчан. В общем, все такое вкусное, хочется всего и сразу, но денег нет. И хорошее вам, как говорится, настроение. Вот, кстати, продолжая тему боя. Во-первых, в определенный момент герой вернет свои старые клинки Хаоса, это не спойлер, которые также можно прокачать. Во-вторых, клинки или Левиафан не единственное оружие Кратоса, есть еще кулаки. То есть это не просто альтернатива, которым можно в некоторых сюжетных моментах поорудовать, это именно полноценное оружие. Некоторые враги неуязвимы, скажем, для топора, не беда. Активный звуча рукопашный бой можно и вовсе забить на оружие, когда речь заходит о мелких врагах, а не о боссах и мини-боссах, которые тоже в игре, безусловно, есть. Ну и кулаками легче сбить выносливость врага, после чего можно будет провести эффектное добивание, при котором Кратос с особой жестокостью прервет мучение негодяя. В-третьих, укутавшись в бронированную телогрейку и заточив топор, воевать становится интереснее, но не скажу, что проще. Игра сделана так, что ты с ростом силы от этого не превращается в избиение детей. В безумную мясорубку, да, но не в драку в детской песочнице. Так вот, в топор можно вставить две руны для сильной и слабой атаки, которые можно отдельно активировать в бою, нанеся особый удар. Разные руны открывают разные удары, один другого полезнее. Артей также может вставить одну руну в лук, но лишь одну, но и этого достаточно. Ему также становится доступна рунная атака, что порой не просто помогает, а вообще спасает. Например, призрачная стая кабанов сбивает с ног и затаптывает врагов, обступивших Кратоса и готова уже отбросить коньки. Обычная ситуация на севере. Кроме того, Кратос может носить талисман, который также активируется в бою. Это, например, временное исцеление, кстати, рекомендую, или же щит, или увеличение силы и прочих атрибутов. Амулетам и рунам после применения нужно время, чтобы восстановиться. Вот, кстати, об атрибутах. Я не уверен, что все понял правильно, но мы не растем в уровне в привычном смысле этого слова. У нас есть показатели силы, выносливости, удачи, восстановлений и рунного могущества. Но увеличиваются они лишь за счет артефактов, которые мы носим. Оружие, доспехи, амулеты и прочие шмотки. Так что, чтобы сражаться с особо тяжелыми врагами, обычных доспехов и оружия может не хватить. Придется пошелудить по заковолкам игрового мира, в которых прячутся опасные бонусные враги, с трупов которых можно заполучить особые материалы для крафта или для улучшения. И пошелудить, я вам скажу, есть где. Во-первых, игровой мир, хоть и не так велик, как тот же Скайрим и открывается постепенно, но он достаточно велик. В нем прорва контента. Соберите все артефакты из нескольких наборов. Маски, чашки, еще какие-то эльфийские открытки. Их потом можно дорого продать всем наборам. Ну и опыт, конечно же, тоже в копилку идет. Найдите все фрески и прочие гобелины с мифами, собрав полную картину происходящего. Освободите неупокойные души. Освободите валькирии. Освободите драконов. Закройте бреши миров, отыщите и откройте тайные комнаты. Перебейте 50 воронов Одина. Найдите сокровища по картам. Это я еще не все перечислил. Вот что такое контент. Вот что значит делать насыщенную игру, которую можно поставить в пример. На ум сразу приходит прошлая игра, которую я разбирал в новейшей Fallen Order. Так вот, он в подметке не годится в God of War, в том числе и по количеству контента. И не только по этому критерию я вам скажу. Раз уж я отошел от темы локации, давайте сразу скажу, что хотел. Баланс. God of War прекрасно сбалансировано и отработано. Да, мне сперва было неудобно привыкать к первой своей консольной игре. Да, я до сих пор считаю DualShock неудобным джойстиком. Или геймпадом, неважно. Да, некоторые геймплейные моменты, вроде разворота, например, сделаны неудобно. Но на это не хочется обращать внимание. Когда я играл в Fallen Order, я постоянно матерился и очень громко. Потому что игра кривая и тебя убивают не потому что ты лох, а потому что боевка красивая, но кривая. И в принципе вся игра кривая. Здесь ты понимаешь, что ты погиб не потому, что игру тестировал Down или вовсе никто не тестировал, а потому что не вовремя поставил блок или неправильно уклонился, или неверно решил загадку. Тут нет такого, что тебя ваншотают просто потому, что никто не думал, что ты будешь это проходить на высокой уровне сложности или потому, что было лень выверять баланс. Баланс тут, кстати, выверен не только в бою, но и во всем остальном. Отлично выдержан темп игры, в ней нет такого, что ты вот раскачиваешься, раскачиваешься, как раскачался уже, все, конец. Тебе даже особо негде повоевать в таком прокачанном виде. Все, контент закончился. God of War этой ошибки избежал. Контента здесь, еще раз говорю, полно. А если вы все-таки нашли и все, и везде свой нос сунули, то, пожалуйста, вот вам новая игра плюс с сохранением вещей и свободным выбором уровня сложности. Ну, разве не прелесть? 14 сисек. А я-то еще что? Никогда такого не видел. Это что, фамильные клинки? Нет. И не бывать этому. Сынок, это мы с братом создали Мьёльнир для большого тупицы. Я в качестве разбираюсь. И это славная работа. Ну так вот, продолжу тему локаций. По ним в игре разбросаны интересные, достаточно хитрые, непростые побочные квесты по поиску разных тайников и артефактов из числа тех, что не валяется по закуткам. Все они, то есть не конкретно эти, а вообще все квесты, задания, челленджи, все это будет записано в удобный и подробный журнал с отличным голосарием, который пополняется с каждой новой победой над врагом, раскрывая его слабые места. Журнал, к слову, ведется от лица Арте, и поэтому его интересно читать. В частности, про эльфов, там написано, что их выгодно сбивать ног, но понятия не имею как, может попробовать просто поставить им подножку, или вот этот великан большой, но мой папа может умело уклониться от его удара в такой-то момент. И это очень интересный подход. Дополняет журналы в очень удобная карта с возможностью телепортации на определенных точках, которые, разумеется, сначала нужно открыть. Классика. На карте отмечены все квесты, а также сказано, чего и сколько еще предстоит найти на этой локации. Вызывается, кстати, карта на ту самую кнопку, которая, ну, сенсорная, я даже не знаю, как она называется, но удобно, безусловно. Жаль, я узнал об этом под конец игры. Конечно же, в игре присутствует бэктрекинг, но он ни капли не раздражает, если уж совсем не решить собрать все достижения. Какие-то пути открываются только после получения определенных способностей по сюжету. Это еще один повод прогуляться по локациям с ранее недоступными закоулками и поискать, например, яблоки раздора или рога ярости, которые увеличивают полоски ярости и здоровья, соответственно. Или, чтобы набить репы врагам, охраняющим что-нибудь этакое. Можно нечаянно нарваться на сложного босса, кстати, если долго умирать на нем, то игра сжалится над тобой и даст подсказку, как же этого гада забороть. Правда, относится это только к мощным тварям. Но наполнение локаций это замечательно, однако и внешний вид тоже важен, согласитесь. К сожалению, часто в играх бывает так, что либо дизайн хорош, но наполнения нет, либо наполнение хорошее, но дизайн так себе. God of War хорош в обоих этих аспектах. Игра очень красивая и очень зрелищная. Во-первых, графически она выполнена прекрасно, несмотря на то, что вышла уже два года назад, даст прикурить многим современным проектам. Я таких красот не видел со времен третьего Ведьмака или Скайрима, и то в последнем такое не везде, а в God of War что ни кадр, то сказочная красота. Вода, леса, снег, в конце концов, тут шикарный снег, после побоища, на котором видны характерные следы. Не хватает только крови. Вообще, с точки зрения кровавости, игра сделала серьезный шаг назад, но в местную брутальность вложено, не знаю, больше души, что ли. Во-вторых, дизайн, как вы уже поняли, тоже прекрасен. Ты просто ходишь по локациям одна другой крашей и не перестаешь охать. Красота не только в общих видах, но и в мелочах. Всякие, там, копья, прислоненные к камням и прочие цветки на подоконнике всегда создают атмосферу уюта и не обязательно уюта. Они создают антураж, показывают, что мир живой. И судя по количеству мелочей, God of War живее всех живых. Игра просто дико атмосферна. Ну и в-третьих, само разнообразие локаций, где мы только не побываем. И рядом с горой, и на горе, и под горой, и в пасти животного, и в снегах, и в лесах, и в параллельных мирах. Да, из Мидгарда мы сможем перемещаться в параллельные девять миров. Ну, конечно, не во все девять. Тут же Асгард, например, недоступен, Один нас на оси вертел, но вот некоторые миры таки доступны. Йотунхейм, Альфхейм, Дранглейк, Воркута, ну вы знаете эту скандинавскую мифологию. Самое интересное, что во многом эти миры копия друг друга, так как находятся в одном и том же месте, но дизайнерские, выполненные каждый в своем стиле. Я вообще очень люблю такие игры, когда одна и та же локация представлена в разных вариациях или в разных временных зонах. Тут время одно, но миры разные. Дизайнеры отлично потрудились не только над локациями, но и над противниками. Серия God of War традиционно местами страдает гигантоманией, и я не вижу в этом ничего плохого, во всяком случае, здесь все в меру. Идешь такой, никого не трогаешь, как друг Хренак, из воды поднимается громадный мировой змей, или прилетает дракон, или еще какая-нибудь не менее грандиозная Годзилла пожалует. Скучно не бывает. Вообще, игра поразительно подает сама себя. Только ты думаешь, что ты уже многое повидал, и тебя уже ничем не удивить, и на тебе, игра-таки тебя снова удивляет. Да что там, в игре даже финальные титры сделаны потрясающе. Скучно не бывает никогда. То новые враги, то внезапные союзники, и все это на фоне незамысловатого, но интересного сюжета и развития характера персонажей. Да, они тут не стоят на месте. Кратос, сын Спарты, бог войны, прошедший через ад, во всех смыслах этого слова. Соответственно, к сыну он всегда строг, хотя и искренне любит его, как любил и его мать. Сын же большую часть времени проводил с матерью, но отца тоже сильно любит, однако чувствует его отстраненность и грубость, и из кожи вон лезет, чтобы показать себя перед ним достойным сыном. Налицо обычная проблема отцов и детей. Притом, повторюсь, характеры не застыли, словно лед Нильфейма, они развиваются, и видно по всему, что это живые люди, а не просто картонные болванчики. Кратос постоянно порывается проявить чувство к сыну, но сдерживает себя, а парень от такого иногда впадает в уныние, и на все запросы отвечает в духе дурацкие руны, прочти то, прочти это, а иногда и вовсе срывается и начинает упрекать отца, что тот вечный недоволен. Но сюжет построен так, что все центральные персонажи, все, даже отрицательные, показаны так, что их в разное время хочется как и нахер послать, да, даже Артея, так и посочувствовать им, всем и сказать, я понимаю тебя. Разве это не прекрасно? Что ты наделал? Зачем ты это сделал? Я тебя спас! Ты попал в ловушку! Я ждал и ждал, но ты не выходил! Я сам тебя вытащил! Сын, меня не было несколько... мгновений. Нет! Ты ушел туда очень, очень давно! Я не знал, что делать! Ты бросил меня! Опять! Но тебе же плевать! Я... Не может быть. Вся игра, она не столько про бои, сколько про эпичный поход по красивым местам и про отношения отца и сына. Кратос очень долго, очень долго сквозь свое спартанское воспитание доходит до понимания того, как строить отношения с сыном, а тот, в свою очередь, пытается преодолевать максимализм и гордыню. И наблюдать за этим не отрывать от брутальных боев и исследования красивого мира одно удовольствие. Тем более, что персонажи почти никогда не молчат, они переговариваются по ходу сюжета постоянно, поддерживая нужную атмосферу. Например, иногда Артей просит отца рассказать какую-нибудь историю, и Кратос с голосом сурового Бэтмена начинает что-то вроде «Жила-была лягушка, она подружилась с лошадью, но лошадь ее предала, и лягушка убила лошадь». И все? Да, все. Понятно. Такие вот дела. Притом, игра полностью дублирована на русский язык, и озвучена она очень хорошо. Пацана, кстати, озвучивает тот же паренек, что озвучивал мальчишек Скайрима. Видимо, он один актер на всю страну, что поделать. Но справился он отлично, как и актер, озвучивавший Кратоса. Иногда только ведьма между катсценами говорит так, словно по бумажке, но довольно редко. В целом, все озвучены очень хорошо. Дополняет игру просто божественный саундтрек, выдержанный в скандинавской стилистике. Где надо, до слез грустный. Где надо, задорный, настраивающий на яростный бой. А в спокойные минуты, медленно вдыхающий жизнь в Мидгарды, иные миры, по которым мы путешествуем. Саундтреку вообще мало бы типичным, он должен быть запоминающимся и к месту. К музыке God of War это относится полностью, она неотделима от происходящих событий, и мелодия очень быстро врезается в память. Даже вне игры ее слушать одно удовольствие, особенно трек под названием Колыбирь Великанов. Подводя итог, God of War очень зрелищная, очень красивая, очень приятная и очень интересная игра. Это пример того, как в принципе должны выглядеть качественные дорогие игры. Многие неплохие проекты-среднички с теми же бюджетами меркнут на фоне God of War. И наверное это лучшая характеристика. Именно благодаря таким проектам, как God of War про консоли хочется говорить только хорошее. Собственно, при должном финансовом достатке God of War уже та самая игра, ради которой эту консоль вообще стоит покупать. Поэтому, если вы колеблетесь или если давно хотели поиграть, но никак не решались и тянули время, вот, оно пришло. Прямо сейчас ознакомьтесь с этим шедевром. Уверяю вас, он оставит вам лишь самые приятные воспоминания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok